Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Второзаконие. Пятая книга в Торе. Тридцатая глава. С пятнадцатого по девятнадцатый стих. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня, любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его. И будешь ты жить и размножаться, и размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отродиться сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле для овладения, которую ты переходишь Иордан. Вот свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Какие слова? Вот сейчас Библию всю убрать, вот эту их оставить, и ты все равно ее найдешь. Это Бог, говорит, предложил Господи, о себе говорит 14.6 Евангелие, я езжу в путь истинной жизни. Избери истину или ложь. Да ложь-то к тебе не относится, Господи. Ты свое предложи нам где? У Бога по-другому. Я предложил тебе жизнь и смерть. Я хочу уже сказать о выборе, который человеку предлежит. Есть такие выборы, которые человек сам сделает, он не может то делать, что ему предлагается. Если человек не расположен к сельскому хозяйству, его из города не вытащишь. Если слуха нет, я не могу поступить в музыкальную школу. Меня не допустят, даже разговаривать не будут. Я не призван на математика и физика, потому что у меня никакой тяги нет к тому, что на земле сделали, изобрели машины разные. А что? Главное – жизнь. Главное – быть с Богом. Вот человек сколько всего имеет. До нас были не просто миллиардеры, а так многое. Если сказать триллионы, триллионы были. Мир принадлежал им. Все рухнуло, ничего нет. Какие похороны делают. Этого ничего там не надо. Памятники стоят, там миллионы памятники, которые, это же мрамор, и там статую выливают. Человек умирает, я атеист. За гробом нет атеиста. Первую секунду, как умирает безбожник, он сразу видит темные силы, бесы. Ему сразу показано. Там ни вебрящих, ни одного нет. А теперь я мог быть там. Я предложил тебе жизнь, право, смерть, лево. Я предложил тебе благословение, во всем будешь успешен. И проклятие. Господи, ну у тебя нет проклятия. Ну слушай, что говорят. Если нет у тебя тяги к тому, чтобы писать, записывать, конспектировать, трудно, но надо. Без этого ты знать не будешь. Я говорю о том, что есть места, где мы должны выпросить у Бога, а есть где ничего не сделаешь. Мы одновременно три брата, родные. Учимся на квартире у кандидата богословских наук, певара отца Александра. И первый я шили потрясник, на меня его одели, и у меня как озарение какое-то. Это не твое. Я должен выехать в ночь было. Договорились с архиереем. Это ставится тайна в домовой церкви. За мной властью уже следили вовсю. Я снял. Нет, это не мое. На дом приезжает епископ сюда, чтобы меня рукоположить. Мы сидим за столом в синоде. Митрополит предлагает меня немедленно рукоположить. Я вам объясняю, мне много будет закрыто, где не пропустят. Помолчали, и митрополит говорит, наверное, так. То есть, надо прочувствовать, на что тебя Бог избрал. По литературе у меня тройка. Я не слышал. Времена я слышал, временами нет. А Господь показал, для тебя особая ячейка приготовлена. Я сейчас буду говорить об избрании и каким путем пойти. Мы это должны выпросить у Бога. А не так, я сегодня не хочу, или я устал. Нет. У Бога этого нет. Нигде этого нет, что я приняты, избраны, а теперь бросил. У Тургенева есть небольшой такой рассказик. Одна душа делает выбор. И вот где-то надо порог переступить, а комнате темно. Она не знает, что там ожидает ее. И вот один голос говорит. Не слушай, что тебе говорят. Это Библия, все это выдумки, басни еврейские. Ты, если выйдешь туда, на этот путь, тебе не вернутся назад. Эти фанатики, экстремисты. И я своими словами поясняю, как. У тебя все в жизни будет не так. А так у тебя радости какие. Ты будешь ездить везде. А другой голос говорит. Все это обман. Тихо, почти шепотом. Посмотрите, сколько разводов. У нас сейчас в стране в первые 4 года после заключения брака 84,6%. Из 1846 разведенки. Детей кто воспитывает? Как не удивляться, эти отморозки другие вырастают. Это ничего нет. Так подготовлено было. Дальше будет гонение. Но тебе обещано другое. Ей только перешагнуть. Она перешагнула порог. И сразу громкий голос. Будь ты проклята. И тихий шепот сказал святая. Это пишет писатель, который о русском языке говорит. Великий, могущий, славный русский язык. То есть они слышали, они это знали, но избирали что-то другое. Избрать то, что здесь предлагается, мы должны по частям разобрать. Вставать когда? Рано или поздно лучше? Ложить все поздно. Но я не говорю о тех, кто на полях убирает. Долго толкутся. Утром спят долго. Эти люди называются совы. В народе так. А который рано стоит, жаворонок. А что лучше? Ранее птическая, вот уже носок прощищает. Она уже накормила детей своих. А позднее глаза протирает. Вставать рано. Вы знаете, здесь детский лагерь у нас был. Все вставили в 4, в 40. Дети в 5. Чтобы воспитатели они видели готовыми, а не где-то. И сколько я, 45 лет здесь был начальником. Приезжали отовсюду, прописали за границей, исследовали. А почему вы избрали такой путь? Другого нет. Нет, я сверяю здесь. Специально посланные люди, которые по минутам наше расписание смотрели. Почему мы делаем? Какие дети? Ребенок. В 12 лет закончили наркоманом. Через месяц родители его узнать не могут. Почему? Молитва. Батюшка освящает где-то. Кто-то приходил, кто-то нет. Освящает лагерь. Начинаем, даем святую воду. И каждый день утром гимнастика, чтение Слова Божия. Мы избрали этот путь. Рано вставать. В субботу выходить сюда в храм или не ходить. Это твой выбор. Сегодня ты можешь. Никаких причин не может быть. Я знаю, через дорогу бывает только перейти. Но почему не пойти? Я не ущемить хочу тебя, чтобы ты понял, что жалеть ты будешь безразмерно. Сколько вчерашнего проповедия, вы уже не услышите. А там как раз речь сошла о очень-очень важном. Какие отзывы идут люди? Буквально Господь вытаскивает с той стороны людей. Молитва уже, воскресное пение, все идут. Нету. И это не только здесь. Это и у нас в городе такая история. Батюшка приедет, пришли. Батюшки нету. Да что ж не в батюшку веришь? Почему нету? На занятия не остаются. Попутно скажу, я сейчас быстро выезжаю. Нас не будет сегодня на занятиях. Поэтому проведите их как должно, во сколько, как у нас принято. И есть кому везти. Все грамотные где-то. Место рядом совсем. Смотри, кто не приходит. Зайдите к ним и спросите, почему не пришли? Почему ты избрал сидеть дома, а не с братьями? Здесь мы подпитку имеем. Я говорю, что мы прочитали Тора в Танозаконе. Дальше. Четвертая книга царств. 6.22. Мы сейчас говорим об избрании. И сказал он, не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды. Пусть сидят и бьют и пойдут к государю своему. Это в Ветхом Завете. Елисей просил, когда Илья возносился, проси, чего хочешь. Ему давно было остановить реку, убежать от врагов. И он говорит, дух, который на тебе, чтобы на мне вдвойне был больше. Ох. Это не моя власть. Если ты увидишь, как я поднимаюсь, колесница будет послана за мной, кони какие-то на небе там есть, получишь. Ну и мы знаем, что получили. Ринзу, так сказать, милость бросил, он милость взял, если не есть, или ударил по ярдану, вместе растекся голодной и пошел. Пощил, а пощил, говорит, дух Ильина Елисея. И вот случилась однажды война. Нападение. Что делать? Вот. Войска не могут сопротивляться к Ильисею. Ильисей говорит, все будет по-хорошему. Только они перешагнули границу, он их всех ослепил. Но они думают, что идут нормально. Сказали, как вот, дойдем там где-то до какого-то города, нападем, мы им покажем. Там уже все показано. И привел их в середину. Как 21 июня 41 года первые войска оказались в середине. И у них ни подпитки где-то, ни горючие, у них еще и все война кончилась в течение одной недели. Здесь так же. И когда царь увидел их, так уничтожить их, а ты их завоевывал. Я, по милости Божьей, это сделал, завел их сюда. Поэтому накорми. Это уже новозаведение. Вдвойне. У Ильи, по Ильи, я бы отрубил всем голову. 850 голов он Илья однажды отрубил. Ну, божья, другой компартии, там, к примеру, сказать где-то. И здесь накорми, напой, да и впусти. А мало того, еще и повозки больным, как путь проделать. И больше эти враги-сирийцы не приходили. Вот он избрал этот путь. Мы должны избрать тот путь, который сходится со священным писанием. Я неоднократно говорил об этом. Где-то себе маленькие хранилища сделайте, что там лежали у вас Евангелия. Вот я послушаю, электричество отрубят, выключат. Все пусто, ничего нету. Все заглохло. Все наши скайпы, все умерло и ничего нету. Позаботьтесь об этом. Когда я был в Пензе, вот как Бог это делает. Там одни баптисты. А батюшка туда раньше приехал, он не из священников был. И там одни баптисты, мы ходили к ним. И их пресс-фитер, он называется, принес книгу, как бороться с сектантами. 1400 страниц подшитое. Я ее около пяти раз законспектировал. И в разные города конспекты спрятал. Если меня арестуют, где-то все равно сохранится. Постарался заучить, от руки все это переписывал. Позаботься о себе. Что у тебя будет завтра? Избери этот путь, непростой путь. Записывай, что сегодня ты слышал или сегодня прочитал. Золотые слова где-то здесь есть. Несколько мест прочитаем еще. Иисуса Новина, 24-15. Вот избрав он или все это путь, вдвойне. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши, ставшие, бывшие за рекой, или богам Амареев, в земле, в которых живете? Опять выбор. Человек, кстати, я верующий. Вот у нас были верующие, некоторые, они выехали. Рядом живут, батюшка говорит, дня три нету в городе. Даже пройдет, не поздоровается. Если сразу здесь, когда были люди, придут, он перед ним, и вот так вот бегать с челноком, все свое. Да мало того еще, батюшка говорит, зачем сами это сделать? Ну такая ограда тут где-то. И он им передает, я бы здесь, но Бог не разрешает, то есть натравлить на священника. Человек принял крещение, и все, где он? Да нигде. Он как будто верит, а на самом деле нет ничего. Ну, живого от неживого, кто не может отличить? Если ты не живешь по заповедям Божьим, ты мертв. Если Дух Божий тебя не касается, не обличает, ты мертв. За каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения, ответа потребуется нас. Какое дадим оправдание? Что скажем в защиту свою? Найдется ли для нас оправдание? Найдется ли нам место в раю? Вот один человек так сказал. Дальше. Первое параллель по минуту, параллель по минуту, значит, добавочное. К царствам, четырех книгам, две. Двадцать один, десять, тридцать. Здесь надо посчитать побольше. Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь. Три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них. Так что нам сейчас Господь предлагает, вот сделай это. Так если это сделаю, тут шум какой будет. И согласен, тут много потерь будет. Потери большие, это не наши потери. Ну, ладно, ныщетать это не успел. Здесь слушайте внимательно. Нам сегодня Господь говорит, сделай выбор. И выбор простой. И я пошлю его на тебя. И пришел как к Давиду. И сказал ему, так говорит Господь, избирай себе или три года голод, или три месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими. И меч врагов твоих будет достигать до тебя. Или три дня меч Господень и язвы на земле, и ангел Господень, истребляющих во всех пределах Израиля. Думаете, три года, три месяца и три дня. Конечно, за что бы усыть? Да три дня кончилось, и все опять с Богом. Нет, но в эти три дня только будет, то там будет меч тебя достигать. Три месяца бегать будешь, нигде не спрячешься. Тебя ранить будут, стрелять в тебя. Ну, по тогдашим временам. Здесь три дня. Любой скажет, да, три дня-то это легче. Но теперь слушаем, какие последствия. У Давыда это совершенно непонятия не было. Но за его дело. А какое дело сделал? Да самое простое. У нас делается не один раз. Перепись народа. К нему подошел человек и говорит, да зачем тебе, ты же всех знаешь. Ну, что тебе надо? Ну, я царь, я должен знать, много у меня или нет. Я вот не хочу, я поневоле сейчас гляжу и вижу, сколько сегодня вчерашних не было. На душе радостно. И Давид думал, сколько? Ни одного аборта в стране не было. Мы видим, семь сыновей в одной семье, не считая дочерей. Тем более многоженство не запрещалось. И решил пересчитать. Человек сказал, не надо этого делать. Бог дал тебе столько, он еще больше даст. Я прошу выполнить это. И переписчики пошли. И когда они вернулись, списки стали передавать. Ничего не было. И он дрогнула рука ему. Что вообще наделал? И сразу Господь сказал, много? Сегодня будет меньше. И сейчас мы увидим, как. Господь подровняет. А ему зачем? Надо было знать от 20 до 50 лет, сколько мужчин. Армия. Вот у России это было, все хватали. В Финляндии это район, небольшая приставка. В Польше это все к царскому правительству было. Посмотрите, где находится порт Артуг. Канада где находится? Это все к России принадлежало. Канада выше Америки там. Хватали, хватали и наконец подавились. Все распалось и Советский Союз слопнул. И ничего нет. А то страна нерушимых республик свободных. Пропели. У Бога все по-другому мере. По-другому. При начале перестройки хотели, чтобы не Москва, а Новосибирск была столицей России. Мы стоим на пороге великих перемен. Не где-то здесь, где мы живем. Просто это надо почувствовать. Даже ты не хочешь этого думать. У тебя сердце будет трепетать от этого. Господи. Да почему же я не прославлял тебя? Как мы здесь жили? С чего у нас только не хватало? Вот посмотри где-то там около Кулунды. Сколько они сено зарабатывают? У нас 150 этих кругов накрутил. Да еще будет сколько? И даже нужды нет. Да еще год-то такой неурожай на что-то. Дальше. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня Слову. Пророк Гад. По-нашему Гад это что-то ползает. Это имя Гад. Вот сегодня родители могут назвать ребенка Гадом. Ну и как на день будут? В школе. Говорят, да Гад идет. Будут только объединять с пресмыкающимся. Ну назвали-то ребенка, недавно было. Иисус Христос. Ему говорят, ну это, ну по закону я имею право ребенку. Октябрина. Там, какие имена давали в революцию? Карина. Дальше. И сказал Давид Гаду. Тяжело мне очень. Но пусть лучше впаду в руки Господа. Ибо весьма велико милосердие его. Значит, если враги, то это враги. А это сам Господь меня будет. Перетерплю. Потому что я любящий Господь. Он не сильно, конечно, бьет сильно, трудно. Но я его люблю и перенесу. Он не знает, что за этим следует. Только бы не впасть мне в руки человеческие. И послал Господь язву на Израиль. И умерло израильтяна 70 тысяч человек. Вот тебе и ковид, и все пришло вовремя. И что? Ангел только мещом махнул. 180 тысяч трупов лежит. Тысяч. А какое средство? Никаких средств нет. Запомни эти слова. Иначе мещ за тебя достигнет. Вы же Библию слушаете. Дальше. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о всем бедствии. И сказал ангелу истребителю. Довольно. Теперь отпусти руку твою. Ангел же Господень стоял тогда над гумном орны и его сияния. Его никто не видел над гумном, где-то стоит ангел, и ему Господь говорит, хватит. С кем разговаривает? Где? А гаду это все открыто было, как пророку. А дальше как история разворачивается. И поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И вы заметили, где-то там в облаках, землю и небом, и меч. Кто не испугается? Ну, ангел-то не такой, а там может быть за облаками голова, и все хорошо видно. Если нам нужно, вразумите, Господь может нам показать, что когда мы вот сидим здесь, молимся, здесь не только мы. Здесь духи разные, ангелы, демоны. Вот в этом храме, там, где литургия, где святые служат, дьявол никуда не уходит. Он стоит тут же, делает раз, разную причину, не ходи. Бросил святок на человека, причину ищет, выйти. Провел рукой, там ходит демон, уснул. Это все повторяется по сегодняшний день. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем на лица свои. И сказал Давид Богу, не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло. Исчислить, перепислить, не я ли. Меня нахожу, люди-то умирают, я что должен делать? Поздно думать, надо было раньше, когда сказали. А эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне. И на доме отца моего, а не на роде Твоем, чтобы погубить его. И ангел Господень сказал гаду, чтобы тот сказал Давиду. Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и его сиянина. И пошел Давид по словам гада, которые он говорил именем Господним. Орна обратился, увидел ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Сыновья работали с ним, увидели ангела и сразу попрятались там, кто домой, кто в сарай. Поняли, что что-то неладное делалось. А здесь остановка, граница гнева Божия. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. Вот почему? У нас все там спрашивают, почему кланитесь? Вот пожалуйста, страх Божий имейте, мы кланяемся перед образом Божией, Матери, Святых. И сказал Давид к Орне, отдай мне место под гумном. Я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа. То есть еще утром ничего Орна не знал. Сыновья работают, хлеб, какая цена его, где там интервенция против Сибири, придумают старики. Все по-другому будет. Уже торг идет самим царем. За настоящую цену, настоящей цены-то нет. Вам за пшеницу платят десятую долю. А с тружей сельского хозяйства, это не Сибирь все-таки, а в Сибири-то как. Непогода не убирает, свалели волки, все прорастает. А тогда другая страна совсем. И все равно человек от этого живет. Он кормит семью. И вдруг все меняется. Должен продать. Как он разговаривает дальше с старем? И сказал Орна Давиду, возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волов на сесожжение, и молотильное орудие на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром. И сказал царь Давид Орни, нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену. Ибо не стану я приносить твоей собственности Господу. И не буду приносить во сесожжение взятого даром. И дал Давид Орни за это место 600 сиклей золота. То есть, может быть, раз 10 больше, потому что... Ну, Давид, царь, что ему? А то ты не думал, вот это бизнес у меня сегодня, вот это бартер. И соорудил там Давид жертвенник Господа, и вознес все сожжение и мирные жертвы. И призвал Господа. И он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник все сожжения. Услышали, что надо избирать? Вот так молитву. Ты не пришел, а в это время как раз и решалась твоя участь родных и близких. Я который раз уже об этом говорю. Не пропускайте субботние воскресные. Вы их слушали, тем более воскресные. А почему? Про воскресные говорится. Два-три. Ты не был безуважительной причиной, и встречаешься из церкви. Канун. А на субботние вещи нету, а я воспользуюсь этим, и буду приходить. И при том два-три раза человек уже отстал, и он не видит, куда люди идут. Это потеря огромная. Это нельзя выразить даже. Я никакой выгоды не имею от того, что вы придете, не придете. Я просто обязан это сказать. Никому не угождаю. Далее. Прочитаем немного. Бытие 4, 23. Вернусь. Бытие 4, 23. И сказал Ломех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ломеховы, внимайте слова моим. Я убил мужа в язву мне, и отрока в рану мне. Еще два, дальше. Если за Каин отомститься всеми, то за Ломеха 70 раз всеми. Еще тут особенного нету. Но оказывается, специалисты, те, которые знают еврейский габриф, здесь написано в стихотворной форме. Ну, в стихотворной форме и в прозе большая разница. Вот зайдем на Голгофу, мой брат, посмотрим, как наши греховности яд. Тяжелых там мужчиня Христа истомил. Как дорого нам он спасение купил. Пойдем перед ним. Видите, как вот Родион Береза, перевод Вера Кушнир, такие стихотворения у Никитина, много Семена Яковлевича Натсона, особенно много. Но чтобы проповедь целиком говорить, Григорий Нарикаси я встречал только у армянского поэта. Это большая поэма. Ну, по-нашему, может быть, страницу. Сто даже. Может быть так. Я им пользовался. Я один раз потерял, я поднял на все библиотеки найти, найти. И, наконец, нашли. Я кое-что из них взял, в своей книге поместил. Я сказал о том, что вот здесь он говорит в стихотворной форме. А почему он избрал этот путь? А это пойдем и как Алину умрем в борьбе за это. Марселезу пели. Люди знали, как пойдем и как Алину умрем за это мертвое, богомерзкое, богоненавистное дело. И вот он здесь в язву, то есть противника своего, он убил, а тот нанес рану. И он перед женами теперь поет песни тут. Объяснение такое дается в стихотворной форме. Вот если за Каина, кто его убьет в семь раз больше будет, то за меня в семьдесят раз больше. Как он себя высоко ставил, без помощи Божьей. Там Господь говорит, здесь он сам на себя берет. Вот худые примеры, а они очень заразительные. Так, вот посмотрите, я дам небольшую статистику здесь. Так, еще минуточку, подождите. Во всей Библии полно вот лежит 77 книг, 1 361 глава в 77 книгах. Дальше. 37 082 стиха и 3 172 512 бухов-знаков. Я много времени потратил на это калькулятор. Два человек сидели с современной техникой. Ну и выдал уже несколько лет назад, не трогается так. У нас вышли интересные четыре книги, называется «Проповеди в стихах». Это не одна проповедь в стихах, а 3 тысячи 398 проповедей. 3 тысячи 398. Это чуть побольше знаков, чем в Библии, 3 миллиона. Это все от руки было, до одной буквы написаны когда-то. Вот Господь показал, и через это сегодня новые души Христа находят. Конечно, издать невозможно было, сколько лет и нынче получили мы. Поэтому, если кто не видел этой книги, вы можете посмотреть. У нашей старости есть, и на том конце наши братья живут. Это избрание. Вот избрание на это, как сказать где-то. Если Господь нас тронул, мы это услышали, избери, каким способом подходить к человеку. В нашей книге говорится, вот каждый человек к чему-то наклонен. Первое. Бога нет. Бери главный стих, 13-й Псалом, 52-й. Сказал безумие, в сердце своем нет Бога. Причина. Они развратились, совершили глусные преступления, не делающие добро. Нет ни одного. Второе. А я не признаю Библию. Бог есть, ну и все. Живи, как хочешь. Нет. Слово Божие чисто. 12.48 Иоанна говорит слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Все остальное исчезло. Все сгорело. Не будет нигде ничего. Слово Божие засияет, а посредине неба летел и нес вечное Евангелие. Вот сегодня этот выбор мы можем сделать. Еще раз говорю, определить самого себя ты никак не сможешь определить. Где-то ты должен столкнуться с этим, но с этим ты обязан. Вот придите, дети, ко мне. Я научу вас страху Господню, чем заканчивается богослужением. А какой страх? Бог один. А сколько вер? В одной только Америке 21 тысяча разных сект. У всех в руках Библия. И доказать ничего нельзя. У меня есть изречение одно. Оно разошлось по интернету. Спорит тот, кто ничего не знает. Знающий возвещает истину. Это мое изречение. Не надо спорить. Ты найди главные стихи. 24 категории человека у нас в книге показаны. И как, с какого начата. Сейчас готовим переиздание к истинному православию. Она увеличена почти в два раза. Сдали. Первый раз такой большой тираж у нас будет. Удастся или нет взять. Вещь идет о миллионах, которые платить сейчас надо нам будет. Я ничего не прошу. Просто говорю, чтобы умели ценить книги. Где-то чего-то сохраните для себя. Сегодня нет. Нет возможности. Завтра будет. Вы знаете. И за это Господь вознаградит тебя. Потому что иной человек делает что-то. Ну и все. Я вот умру и ничего. Нет. Это на детях будет. Господь отомстит до четвертого поколения. Как-то. Ну вы помните, когда было Нейман. Он хотел исцеления. Приехал. Ну и Господь исцелил его. И он не взял дары у него никакие или сей. И тогда слуга Гиезия побежал и говорит. Там пришли люди к Елисееву. Ну надо как-то приветить их. Он тогда давай, что принес подарки. Все отдал. Елисеев, просто где Гиезия был? Ну я выходил тут. Рядом был. Гиезия, я с тобой был. Что ты делаешь? Я же не за деньги-то все делаю. Я нигде ни рубля не получаю. Ты что делаешь со мной-то? Да будет на тебе проказа. И на детях твоих. И по сегодняшний день все поколение в проказе. Ни один врач эту репу лизить не может. Почему? Это печаль Божия. Как они воспоминают Гиезия? Что ты наделал? И вот так, когда сегодня человек думает. А я вот так то сделаю. Это проказа на детей перейдет. Если вы знаете, где-то люди, такие есть знакомые. Которые отвергая истину начинают свое. Обращаются к властям. Это все вернется туда. Оно мимо никуда не пройдет. Это Слово Божие нам говорит определенное и четко. Мы сегодня говорим об избрании. Нас Бог избрал. Один ответ избрал. Иначе бы зачем мы сюда пришли. В этом избрании заключается любовь к Богу. И любовь к ближнему. Мне нужен, допустим, помощник сегодня. Вот я скажу конкретно. Ночью кто выходит на улицу. Выйти на двор, где там в ограде. Помолиться. Немного. Пусть даже одна минута. Помолиться о всех, чтобы Господь сохранил это селение. Чтобы был мир и любовь. Господь все устроил, как Ему угодно. Ночная молитва не должна прерываться. Я уж не говорю, простите, дар слезный. Это как Бог даст. Если нет, ты не выждешь это из себя. Мы сейчас уезжаем, я говорю, в соседний район. Я попутно заехал чуть-чуть в деревню, где я родился. Бог знает, как дальше будет все снять. И сказал, мы едем, как потребности, детской и детской. Дедской. То есть ребенок и дед, что желают. Мы за этим едем. Просим помолиться. Думаем, сегодня уже вернутся. Ну, это путь, который сбирают. А возьмите, допустим, мой в корабле. Законченность. Он не знает, земля-то где-то сухая есть или нет. И он выпускает кого первого? Ворона. Ну, ворон-то это не ворона, ворон. Он питается падалью. Еще он вернется, там плавает туши, так и он сел, клюет. И он тогда второй думает, кого послать? Ай, сейчас с этими. Нет, посылает голубя. Почему? Голубя посылает. И голубь возвращается с массичной ветвью. Оторвал. И он говорит, где-то уже уходит сухая есть. Под водой-то нету ли света? Зеленые листья, так? Почему голубь избран как бы от Духа Святого? Дух Святой в виде голубя. Почему? У меня неприятность была нынче здесь. Зверь залез и уничтожил Бога. И нам пообещали в этом районе приехать и дадут голубей. Простое дело. Это детское заниматься и детское. Милости Божией. Благодарю, что позволил Господь сегодня это сказать. Может, это последний раз. Всегда делайте правильный выбор. Был я со Христом. И вопрос отрезан. Я со Христом. И чтобы на столе была Библия. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...